Итак, что нам для этого нужно? 2 больших лука, 1 курица, где-то 1,5 кг, рис длиннозерный, соль, перец, куркума и сливочное масло. Итак, промываем рис хорошенечко. Чтобы получился он у нас рассыпчатый, нужно смывать вот этот вот крахмал белый. Вот, смываем несколько раз, ну, сливаем воду несколько раз, чтобы вода была прозрачная. Я уже один раз слила, теперь второй раз. Все, оставим теперь в воде, пока все остальное готовится. Нарезаем лук. Лук можно нарезать, как хотите. Вы можете полукольцами пополам, вы можете маленькими кубиками. Я буду нарезать маленькими кубиками, совсем мелкими, тоненькими. Как бы, вроде бы он есть в плове, а его не видно, потому что у меня дети капризные. А если у вас с этим все нормально, вы можете его полукольцами нарезать. Я стараюсь его сделать незаметно. Так, например, многие не догадываются, что там есть лук. Но вот без лука, там совсем другой вкус получается. Без лука никак нельзя. Особенно, если его не обжарить. Его обязательно надо чуть-чуть обжарить. Вот так вот. Они еще, когда обжарятся, тоже еще уменьшатся. И получится, что их не видно. Вот так вот. Итак, обжариваем лук. Здесь у меня где-то, ну, будет, наверное, 80 грамм масла. Добавим, где-то получится 100 грамм масла. Значит, обжариваем наш лук. Пережаривать его не надо. Вот так вот. Пока обжаривается лук, ставим воду кипятиться. Воду надо обязательно посолить. 2 столовые с горкой соли. Я посолила, вы можете меньше, больше уже сами регулировать. Значит, пока у нас обжаривается лук и закипает вода, не будем терять времени и будем навязать нашу куру. Так, пока у нас обжаривается лук и закипает воду кипятиться. вода закипела слила я холодную воду с риса теперь добавляем этот рис в эту кипящую подсоленную воду я готовлю с открытой крышкой и макаронами рис чтобы не слиплись так с момента как закипит минут десять-пятнадцать до полуготовности готовим этот рис не надо совсем до готовности потому что мы ее еще будем ставить как бы томится с мясом лук у нас обжаривается промыли мясо так промыли нарезали хорошенько слили воду с курицы дальше нам надо ее посолить добавим куркумы сюда чуть-чуть и черный молотый перец хорошенько перемешиваем дальше берем казан наш или кастрюлю с толстым дном и укладываем если есть кожа то 100 со стороны кожи вниз то есть кожей вниз вот так вот если есть кость то стороной вот кость кость вот вниз вот так вот я убрала крылышки крылышки я в обед не добавляю никогда потом их собираю и обжариваю делаем крылышки как в киевсе есть на канале этот рецепт получается очень вкусно так победе их никто не ест вот так вот ждем теперь у нас когда обжарится лук и приготовиться рис если добавлять сырой лук он не такой получается по вкусу я уже пробовала вот именно такой до золотистого цвета если обжарить получается намного вкуснее потому что лук обжаренный он берет на себя если допустим привкус курицы какой-то есть обычно бывает или запах он вот его хорошо перебивает а с сырым луком получается как вареный лук и это совсем не то еще чуть-чуть обжарится а здесь посмотрим здесь минут пять еще где-то минут десять-двенадцать получается вот так вот на самом деле очень мало ингредиентов идет сюда что в основном лук рис и курица соль перец мы не считаем да допустим и сливочное масло очень мало ингредиентов я просто показываю подробно но на самом деле вот предподготовка вот это вот пока мы поставим его томится там все делается очень быстро курицу нарезали посолили поперчили рис в это время уже поставили вариться и лук поставить нарезали поставили обжариваться на самом деле тут делать и нечем но зато получается блюдо очень вкусное рис у меня уже достаточно сварился я его сливаю он у меня до полу готовности покажу вам вот вроде бы готов но внутри еще не совсем вот так вот итак лук обжарился вот до золотистого цвета значит кладем сверху курицы лук чтобы не было неприятного запаха курица распределяем и сюда же сверху рис рис пока горячий надо сразу это делать чтобы он не остыл распределяем рис тоже по всей кастрюле дальше мы также ложечкой этой же делаем вот такие дырочки чтобы жидкость выпаривалась и рис томился сюда сверху чуть-чуть еще посыпаем куркумы можно шафран просто я люблю куркуму больше вот так вот пол чайной ложки и сверху просто кладем маленькие такие ломтики сырочного масла можно растопить полить можно я вот сразу кладу где-то грамм пятьдесят поверх кладем чистое полотенце это делается для того чтобы жидкость но не же надо куда-то деваться этот пар что полотенце взяла на себя чтобы это капли пара быть обратно не истекали на плиту на маленький огонь я поставила на двоечку от одного до шести вот потому что единица совсем слабо если у вас газовая плита то ставьте на самый маленький и если есть обычно ставить на газовую плиту какую-нибудь железку специальную да вот этот переходник чтобы сильного жара не поступало для чего это делается если на сильном огне то курица должна сначала значит пустить сок чтобы пар этого сока как бы год на этом пару готовился рис если сделать слишком сильный огонь то курица начнет сразу обжариваться и жидкости не выделиться поэтому надо на маленький огонь ставить вот час двадцать где-то час тридцать вот так вот на плите томится я вам покажу через час где-то открою покажу вам когда жидкости много от курицы значит она еще не готова нам надо готовить до тех пор пока во-первых рис вы посмотрите что он готов во вторых курица должна уже выделить не сок а и жир уже вот тогда уже готов покажу вам так прошел час откроем посмотрим вот так вот с краюшку немножко убираем и смотрим сейчас вам ближе покажу видите жидкость это вот курица отдала сок но сока еще много это еще не масло вот когда курица пустит масло тогда будет готова пока еще рано слегка можно сверху вот так вот перемешать слегка снизу вверх слегка перемешиваем вот так вот сверху только вниз не надо уходить и опять также вот это вот лук вырез опять делаем такие от дырочки все жидкость еще много оставляем пока не выделиться масло и так прошло я час двадцать посмотрим все масло выделилась жидкости нету у нас плов готов выключаю обычно подается плов большой тарелки выкладывается сначала сверху рис аккуратно и 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 посмотрите видите масло на дне вот это уже масло не жидкость вот такая вкуснятина у нас получается все делается очень легко очень просто минимум ингредиентов но у меня все надеюсь вам все понравилось всем приятного аппетита всем пока 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 пока